итак всем доброго времени суток друзьям мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту иркутск 38 напомню что мы посмотрели в прошлой серии уже достаточно много интересных решений на этом проекте и остановились на просмотре автомобилей перед нами автомагазин который представлен в виде множества компьютеров в которых есть список автомобилей мы посмотрели крайне правый перед нами еще восемь штук ну давайте продолжим смотреть автомобили ну и мы видим что в этом компьютере представлены в основном спортивного вида автомобили список не так велик как в предыдущем компьютере но все равно есть на что посмотреть друзья я буду прокручивать достаточно быстро потому что перед нами еще 7 компьютеров надо посмотреть на весь автотранспорт на этом проекте поэтому так в ускоренном виде будем это делать ну и наверное вы уже заметили то что на этом проекте отсутствует вообще вариация покрасок автомобилем вообще эта строка как бы не задействована но и без покрасок есть на что посмотреть ну и как мы видим что автор разбил автомобили на категории к сожалению категории не подписаны все надо делать интуитивно переходим к следующему компьютеру здесь список такой же принципе как и в прошлом магазинчики тоже не очень велик но есть на что посмотреть давайте быстренько промотаем обычно же наименование категорий представленных в том или ином компьютере выносится вот сюда вот где сейчас показано красной стрелочкой но здесь как видите ничего не подписано но в принципе можно запомнить хотя я в дальнейшем когда хотел приобрести отечественный автомобиль так потратил несколько минут чтобы найти тот самый компьютер в котором представлен отечественный транспорт вот этого конечно косячок надо бы исправить потому что ну действительно непонятно какой компьютер зачем обращаться ну вот такой вот автотранспорт в этом магазинчике как видите тоже такой полуэлитный что ли или может быть элитный транспорт не знаю как характеризовать данную категорию но для любителей скоростных спортивных автомобилей здесь есть на что обратить свое внимание единственное что опять раз повторюсь что ну нету покрасок но и без покрасок здесь в общем-то представлено много вариантов но мы переходим к следующему компьютеру и вот здесь уже представлены наши отечественные автомобили и как видите есть даже запорожец честно скажу я вижу такую модель первый раз до выполнена не особо но она есть также есть луазик тоже кстати так себе сделанный ну и дальше уже пошли него такой я уже видел уазик тоже уже часто встречается вот следующая версия модификации этого автомобиля но вообще тут и как вы можно уже посмотреть по списку да идет такая некая солянка из автомобилей тут и наши вот мне очень кстати понравилась модель вот этого бобика или буханка как она еще называется прикольно сделано красиво не знаю может быть посмотрим на него в следующий раз ну вот еще наши представители автопрома ну а дальше как вы видите уже по списку да идет некая такая солянка здесь и наши и не наши все вместе что за категория такая чтобы за подгруппа ну непонятно наверно просто такие более менее доступные что ли дешевые автомобили представлены здесь наверное так так скажем так эконом-класса очень мне понравилась вот эта моделька москвича тоже хочу ее посмотреть ну дальше видите уже пошли американские старые автомобили опять наша него как я уже сказал такая сборная соляночка но зато в этой солянке можно подобрать себе автомобиль на любой вкус и кошелек но я так думаю что этот магазинчик все-таки вернее этот компьютер все-таки для первоначальных покупок вот как я например сейчас что-нибудь здесь приобрету ну вот такой список заканчивается наши приоры переходим к следующему компьютеру ну а здесь как видите представлены все мерседесы в общем-то весь компьютер это одни сплошные мерседесы поэтому даже и останавливаться на нем очень-то не будем машин много огромное количество но рассматривать мерседесы нет смысла иначе у нас вообще времени не хватит ни на что переходим к следующему компьютеру ну а тут как видим представлены японский автопром toyota subaru nissana и еще какие-то автомобили марки которых я к сожалению даже не знаю ну предлагаю здесь тоже особо не задерживаться что на это рассматривать давайте перейдем сразу в следующий магазин ну и как мы видим в следующем компьютере представлены модели такой опять сборной солянки но уже европейцы американцы в общем-то не знаю что хотел автор этим показать ну вот такой вот здесь автотранспорт и audi тут все подряд намешано в общем-то как я уже говорил машин на этом проекте просто огромное количество перед нами еще там по моему два или три компьютера которые нам тоже надо быстренько осмотреть давайте уже и будем переходить дальше ну а этот компьютер посвящен целиком и полностью немецкому автопрому здесь представлены все модели бмв поэтому тоже останавливаться на нем надолго не будем ну и наконец последний компьютер в котором собрано наверное все что еще не поддалось каким-то категориям здесь все подряд здесь американцы европейцы и даже есть наш уазик по моему повторяется по моему то я так увидел уже в каком-то из этих компьютеров но говорят честно машин ну просто огромное количество и я уже даже устал подходя вот к этому последнему восьмому компьютеру уже даже немножко устал рассматривать все это представленное здесь автобезобразие но это я так утрирую конечно нет машин много машин много это радует мы с вами посмотрели на все вот это что вы сейчас видите в каждом компьютере мы заглянули и посмотрели практически все теперь надо остановиться на чем-то и купить себе свои колесики и вот я забыл где находится наш транспорт если помните я хотел посмотреть на москвича или на бобика но вот в каком компьютере он находится хрен его знает вот этот косячок не мешало бы исправить потому что действительно вот куда обращаться ведь я тыркаюсь тыркаюсь и вот наконец-то я его нашел вот такой москвичонок 2140 я хочу приобрести наверно возьмем его бордовом цвете ну и давайте выйдем на свет божий посмотрим на него уже в лучах дневного света моделька как я уже говорил мне очень понравилось она действительно практически не отличается от оригинала у меня был когда-то москвич 2140 прикольная машина затем мягкая такая но очень-очень узкая и в ремонте она конечно не очень ремонтно пригодная в основном мастера в автосервисах отказываются с ним связываться потому что технологии доисторические но моделька выполнена красиво красиво и интересно сделано очень детально но давайте залезем во внутрь и посмотрим а что у нас внутри но детализация внутри к сожалению оставляет желать лучшего да есть некоторые проработки например мне понравилось как сделаны ручки они действительно такие в москвиче сделано хорошо но вот сиденье сделано отвратительно как это все квадратненькая но приборка тоже выполнена не на высоте я так скажу господи а звук этого автомобиля это просто кошмар у меня сейчас кровь из ушей польется звук синтезированный он не записан это нереальный звук кошмар кошмар конечно звучит автомобиль кошмарный глушит действительно ну и понятно что конечно автомобиль представлен в категории эконом класса дешевый автомобиль но ездить на нем очень неприятно нет он управляется хорошо он не быстрый по моему 140 разгоняется и все не быстрый автомобиль но звук отвратительный отвратительный кстати посмотреть как выполнены заправки на этом проекте они практически все вот такие вот красивые ну а ездить на этом автомобиле может наверно только человек с нарушением слухового аппарата поэтому предлагаю его поставить и пересесть на почтовую машинку и посмотреть как здесь устроена почтовая служба но находится почтовая служба на этом проекте также как и везде вот в этом ангарчике но здесь она сделана не в самом ангаре как это обычно а вынесена за пределы ангара далее же все по стандарту здесь почтовая служба ничем не отличается мы переодеваемся форму DHL и идем в ангар чтобы получить машину к сожалению на этом проекте все очень стандартно и уже такое приявшиеся почтовая служба это как видите желтая машина дичели она встречается по моему на каждом третьем проекте на одном из своих видео я показывал как люди вышли из этого положения и разнообразили геймплей за почтового работника таким вот образом которому сейчас видите в овальном кружочке там это было перерисовано ну в общем то полностью и машина была изменена и рисунок машины и форма была изменена и точки доставки я тоже там показывал были нестандартные там я возил пень под мост или коробку в какой-то заброшенный дом но было очень интересно здесь к сожалению она стандартная но если вы заметили то я выбрал как всегда первую и двадцатую точку и вот тут так роется небольшой подвох если вы смотрели первую часть то наверное помните что на этом проекте остров поделен на две части одна находится в зеленой зоне где запрещены всяческие действия против гражданских а другая неподконтрольная часть и вот мне на двадцатую точку чтобы попасть надо проехать через неподконтрольную территорию а это значит вы берете ответственность на себя ну как говорится кто работал в макдональдсе тот ничего не боится поэтому поедем через неподконтрольную территорию но как видите все выполнено практически в стандарте только заменена коробка на баклажку ну ладно выдвигаемся это мы все уже давно видели здесь к сожалению как и на многих проектах стоит мною ненавистный блокпост видите он вдалеке и там стоит какое-то интересное оранжевое здание видит такой возвышается я сходил записал его но к сожалению программа в этот момент глюкнула и не записала жаль прикольное строение прикольные выполнены полицейские участки хотя я и не люблю вот эти блокпосты ну а дальше на пути моего следования стоит аэропорт на естественно он нас и интересует как вы видите здание аэропорта полностью заменено описание и обзор этого здания я уже как-то раздел и не вижу смысла повторять это здание обычно ставят просто как декоративный элемент она внутри достаточно багнутая не функциональная но как красивый объект его очень часто ставят ну а нас интересует в общем-то не это здание стоит и стоит бог с ним антураж она придает а нас интересует магазин авиационной техники который расположен естественно здесь вот эти вот три ангара нас интересует один из ангаров это элитная техника другой гараж и третий это магазин в который мы сейчас и пойдем смотреть какой товар нам здесь предлагают какая авиационная техника здесь есть ну и как вы можете видеть список представленный здесь авиационной техники просто огромен как и автомобили так и авиационной техники здесь очень и очень много к сожалению она не разбита на категории то есть не разбита на вертолеты и самолеты здесь все в одну кучу свалено но тем не менее посмотрите какое количество всего представленного здесь я считаю надо отдать должное автору этого проекта что он не поскупился и как и автотранспорта представил на проекте огромное количество так как видите и летная техника здесь тоже присутствует в огромном изобилии по ценам можно посмотреть что есть и доступный транспорт и есть дорогой транспорт естественно чем дороже транспорт тем он больше и тем у него больше вместимость багажника таким образом можно заниматься какой-то деятельностью уже используя не автотранспорт а летную технику ну для этого нужно будет заработать некую сумму тут уже сами себе выбираете представлены здесь летная техника ну действительно огромное количество как видите есть и агромедные самолеты а сейчас вы увидите есть вертолеты и самолеты даже не помещающиеся в этот ангар есть вот такие вот вертолеты в основном на большинстве проектов они как бы для вип персонала этого проекта но здесь они представлены для общего пользования зарабатывайте покупайте летайте есть конечно и такие стрёмненькие модельки авиационной техники но в основном представлены такие достаточно красивые и огромные вертолеты вот как например этот он даже не помещается мне его никак не отдалить даже не удаляется камера никак вот он не помещается полностью здесь еще и присутствует и летная техника смысле самолетов тоже огромного размера сейчас я это покажу есть вот такая техника тоже очень доступная в общем то если вы не фанаты летной техники то можете приобрести себе вот такой самолетик кстати такого не видел никогда очень похож на и 16 наш отечественный но по-моему это не он интересно есть модели что-то типа вот красного барона но это конечно я опять утрирую это просто биплан интересно интересные модели есть некоторых я в общем то и не видел вот это стандартная модель когда такое присутствует практически на каждом проекте вот вот тоже интересный самолетик для любителей самолетов а вот пожалуйста аэробус огромный аэробус тоже не помещающийся в этот ангар еще расскажу огромное спасибо автору за то что не пожадничал и предоставил для игроков такое большое на количество летной техники ну а нам надо следовать дальше ну а дальше как вы понимаете нам надо будет покинуть мирную и благоприятную среду зеленой зоны и выехать на просторы неподконтрольной территории но об этом всем я расскажу вам в следующей части а на этом у меня все спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго а